Всем доброе утро, с вами Олег Рожков. Сегодня мы готовим еще одно сезонное блюдо из тыквы. Что это за блюдо будет и как его правильно приготовить у себя дома, нам расскажет шеф-повар Александр Боярский. Всем привет, меня зовут Боярский Александр. Я шеф-повар ресторана «Базилик», знаю кучу рецептов сезонных блюд. И сегодня мы приготовим одно из них. Это салат с печеной тыквой и сливочным сыром. Ну давай по порядку. Сначала расскажем, что это за блюдо и из каких ингредиентов оно будет состоять. Основные ингредиенты сегодня будут, это естественно тыква, так как у нас сезон, шпинат молодой и сливочный сыр. Это основные три ингредиента будет. Остальное так мы бы чуть-чуть будем добавлять, усиливать вкус и заправим небольшим количеством ароматным маслом. Ароматное масло? Да. Это что такое у нас? Ароматное масло это наливком масла настояные некоторые ингредиенты. Там тимьян, розмарин, базилика немножко добавляем. Все это настаиваем пару денечков и готовое ароматное масло у нас есть. А, то есть дома это легко сделать? Вообще без проблем. А какой-нибудь есть аналог, если купить в магазине что-то похожее? Да, в принципе в магазине сейчас уже продают именно аналоги, да. Там прям уже такие заправки они называются. А, то есть это легко, да? Заправка итальянская, заправка из прованских трав, да, легко вообще, в легком доступе. Причем очень полезна же тыква, и мы уже в прошлом выпуске с Сашей говорили, как правильно выбрать тыкву и что в ней фосфор и железо, то есть все, что нужно, необходимое нашим организмам. Плюс здесь будут семечки, но они, как я понимаю, для украшения. Семечки для украшения, да. Тем не менее, семечка – белок, поэтому если вы спортсмен, следите там за своей фигурой, вам нужно наращивать мышцы, конечно, от семечка они у вас большими не вырастут, но тем не менее, вот такая небольшая доза белка будет вполне полезна. Саша уже начал понемногу нарезать тыкву, и я к нему присоединяюсь, чтобы тоже просто так не стоять. И хотел у тебя еще вот что спросить. Возможно ли какая-то модернизация этого салата, то есть вдруг чего-то у тебя под рукой не оказалось, вот срочно сейчас прям приходят гости, нужно что-то на стол накрыть. Как-то можно этот салат немного либо просить, либо наоборот что-то добавить, чтобы он не проиграл по своему и внешнему виду, и каким-то вкусовым качествам. Так, ну смотри, у нас получается, в принципе, там листья салата легко можно заменить на айсберг, на какой-нибудь еще, на романа, это проблем никаких нет. Если касаемо тыквы, ну тыкву, конечно, желательно, чтобы она уже там была, так как у нас салат, собственно, с тыквой. Ну, в принципе, если там есть батат, можно заменить на батат. Сейчас тоже, в принципе, идет сезон, поэтому можно легко заменять. А вот какие, кстати, да, расскажи по поводу сезонных ингредиентов, что вот тыква, понятно, что еще осенью прям в ходу? Тыква, картошка, грибы. Все это как раз таки в сезонное меню всегда в ходе, да? А батат это вот как, что с ним, салаты делать или какие-то вторые блюда, куда его добавлять? С бататом без проблем можно делать примерно то же самое, что и с тыквой. То есть можно и пюрешки делать, можно и в суп добавлять, можно также и в салат. То есть без разницы, в каком виде ты ее будешь использовать. Отлично, тогда надо с тобой как-нибудь будет что-то еще из батата сделать. Возможно уже в следующей программе вы как раз таки похожи что-то и увидите, какие-то рецепты. Половина приготовления уже завершены. Сейчас отправляем тыкву запекаться, ждем 20 минут, смотрим по готовности и уже, наверное, будем приступать к сборке всего остального салата. Тыквы запеклась. Сейчас будет нарезаться лучок, я пока, Саш, еще вопрос поздаю. Вот мне интересно узнать. Сначала твой любимый сезонный салат. Что вот Александр Боярский, шеф-повар, любит осенью из салата? Ну смотри, у меня даже не то, что касаемо осени, но так, в принципе, салат с тыквой, он классный. Но, тем не менее, больше я как-то люблю по овощам все-таки. По овощам либо по морепродуктам. Например? Последнее время у меня прям топчиком моим это салат с морепродуктами. Он такой тоже легкий, свежий, можно с листьями шпината сделать, там в сливочном соусе все это. Морепродукты протушить и получается очень вкусно. Также можно использовать лук, авокадо. Но салат очень крутой. То есть шпинат это такая же тоже универсальная штука, которую можно всегда везде и совсем, да, готовить? Да, конечно. Ее можно и в горячее блюдо добавлять, и в готовые, и в любые вообще. То есть он не испортит, да, ничего? Да, конечно. Продолжение следует... Наш салат готов. На все про все ушло где-то минут 25. Пока нарезали, пока тыква запеклась. Посмотрите, как все это выглядит красиво. Если к вам приходят гости, вы можете свободно подавать им такой вот салат. И если раздобудите еще вот такие белые фешенебельные тарелки, то вообще все будет как в ресторане. Ну и по себестоимости салат вам обойдется чуть меньше 100 рублей. Поэтому сейчас от меня подробная дегустация. Попробуем, какой он на вкус. Но я думаю, что с тыквой-то оно все будет отлично. Ну а Саша вам расскажет подробный рецепт. Для приготовления этого салата нам понадобится основной ингредиент это тыкву, конечно же. Мы ее нарезаем кубиком 1 на 1 сантиметр. Добавляем небольшое количество соли и сахара. Добавляем чуть-чуть травы, по желанию. Оливковое масло, сливочное масло. Перемешиваем и запекаем в печи при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Далее остается дело только за сборкой. Берем листья шпината, либо салат-микс. Добавляем наше ароматное масло, которое мы настаиваем. Далее небольшое количество лука и запеченную тыкву. При подаче можно использовать семечки, либо орешки. Посмотрите, как выглядит красиво этот салат. Я еще раз обращаю ваше внимание на прекрасную посуду. И все это вместе, действительно, если вы сделаете так дома, ну просто будет вау, гости будут точно в восторге, если даже салат у вас не совсем удачно получится. Но я надеюсь, что у всех все будет хорошо, потому что здесь никакой сложной математики, здесь все просто. И вот первое, на что я хочу обратить в этом салате, это зелень. Выглядит все прям вот так вот настолько сочно. А сейчас в такую мрачную погоду, серую, осеннюю, как раз-таки хотя бы у себя в тарелочке видеть зеленоватые какие-то ингредиенты, это всегда приятно глазу. Во-вторых, пахнет очень вкусно. Пророщенный горошек, лучок, запеченная тыква. Но все это вместе прям очень такой нежный какой-то успокаивающий аромат. Поэтому что, остается только попробовать и насладиться вот уже вкусом. Но я думаю, что мы не в первый раз уже с Сашей работаем. Вот видите, даже слюни уже выделяются, говорить сложно. С Сашей мы не в первый раз работаем, и всегда у нас с ним все здорово выходит, и все его рецепты всегда удачные. Ну попробуем, посмотри, даже сколько у меня лука много. А лук осенью это тоже очень важно, чтобы не болеть. Хоть и с набитым ртом неприлично говорить, но салат действительно вкусный. Что тут еще добавить? Все ингредиенты вы видели сами. Никаких сложностей, еще раз повторюсь, здесь не возникнет. Главное, соблюдать правильно пропорции и с тыквой все правильно сделать, ее хорошенько запечь и не передержать. Ну а с вами был Олег Рожков. Всего доброго!